Могилу участника Великой Отечественной войны накрыла огромная гора мусора. Из кладбища напротив дендропарка сделали вторую городскую свалку, говорят родные и близкие усопших. Здесь и спиленные деревья, и сухая трава, вывозить мусор с погоста перестали еще летом. Здесь плохо убираются. В общем, там сделали свалку на бугре, где туалеты. Полностью раскидали его этот мусор, хорошо не убрали. Но это уже, наверное, ну вот с лета вот это. Вот эти вот уборочные организации, которые должны убирать, а они очень некачественно убирают, все везде раскидывают. На могилах везде мусор оставили. В общем, городскую свалку сделали. Это видео в редакцию телекомпании «Отерар» прислал житель Шумкента. На кадрах неизвестные сбрасывают мусор из КамАЗа в одну большую кучу, явно не собираясь его убирать. Свидетелем вопиющего случая стал Сергей Ильишевич. У мужчины защемило сердце. В мусоре, по словам Сергея, погрязли могилы близких родственников и захоронение по соседству. Вот эта помойка, они должны ее ликвидировать же, а не сваливать здесь. Это не городская свалка. Памятник, например, моего отца поломали. Можете это запечатлеть на видео. Там есть скол, поломали. Не знаю, каким образом, не буду утверждать, но скол на лицо. Был целый, все видно. Это уже, извините, это кощунство над памятью усопших. Со своими родителями они, наверное, так же не будут поступать. Сотрудники ЖКХ попросили дать несколько дней отсрочки. Мол, тендер только прошел. Подрядная организация непременно уберет стихийную свалку. Нужно только немного подождать. Сказали и выполнили. На кладбище приехали люди в униформе и с энтузиазмом взялись за уборку мусора и сухостоя. Через несколько дней разгребли и завалы на свалке. Тонны мусора сегодня вывозят несколькими камазами. Жалобы горожан наконец-то были услышаны. Подрядная организация работает в ускоренном режиме. Горы мусора обещают вывезти в течение нескольких дней.